Не-не-не, я тут. Прошу прям вращения, что у нас немножко... Да, будет как радио, но вы будете видеть мой экран, вы будете слышать меня. Вот, то есть здесь все-таки... Давайте немножко поговорим. Минутку. Да, как вам необходимо это делаете. Вот, на первое, что все-таки мы хотели бы предложить из нового функционала, который есть на нашей платформе, это списки товаров на главной странице интернет-магазина. Данный функционал был внедрен в платформу по желанию наших клиентов, но почему-то данный функционал вы обходите стороной. Да, у нас у вас, скорее всего, возник вопрос, да, то есть, скорее всего, да, как это выглядит, как это работает, но это то же самое, как вывод товаров на главной странице, такие как хиты продаж, новитки, скидки. Вот даже Александр как раз на данный момент пользуется этим, что очень здорово, но все-таки таких мало, поэтому хотел бы вам показать данный пункт. Сейчас одну минутку, то есть, покажу именно по настройке, как это настраивается на стороне интернет-магазина. Прямо одну минутку, подождите, пожалуйста, к сожалению, по техническим вот зубоям, ну, все бывает, никто, как говорится, не застрахован. Да, то есть, сейчас одну минутку, покажу вам свой экран. Одну минутку. Пока стыкаю. Прошу прощения, сейчас вот по техническим особенностям мы тоже сейчас этот пункт поправим, то есть, чтобы был показ с экрана. Но просто расхожу в несколько словах, да, то есть, чтобы все-таки не задерживать, чтобы вы, какой у нас музыкальный посетитель, как раз все здорово, все мы настроили. То есть, давайте с вами как раз покажем непосредственно, как настраивается на стороне интернет-магазина. То есть, вы переходите в раздел администрирования сайта, каталог, каталог, товары на главный, список товаров на главный. То есть, в данном разделе вы создаете свой список, нажимаете кнопочку «Добавить список». Ну, например, у меня будет в интернет-магазине, не знаю, список товаров весна. Все-таки был такой прекрасный праздник на днях, то есть, пускай будет он, да, то есть, я добавляю определенный список товаров. В данный раздел я могу добавить определенные товары, которые будут отображаться. Например, пускай у меня будут цветы, розы и несколько товаров, которые мне необходимы, они будут отображены. Нажимаю кнопочку «Ок», то есть товары добавлены непосредственно в интернет-магазине. Посмотрим, как это выглядит именно в клиентской части, как будет видеть ваш клиент. То есть у нас есть хиты, новинки, скидки, есть наш раздел, который мы добавили именно весна с нашими товарами. Правильно использовать этот блок поможет именно простимулировать продажи наиболее выгодных позиций вашего интернет-магазина. Но важно соблюдать именно меру в количестве, поскольку слишком много товаров на главной придет к обратному эффекту. То есть, как говорится, к визуальному замусорению главной страницы интернет-магазина. То есть если очень много товаров, то это тоже не очень хорошо. Наши рекомендации, то есть это размещение одного-трех блоков из где-то трех-пяти товаров. Больше и не нужно. Скажите, пожалуйста, меня хорошо сейчас уже слышно? Не тороплюсь? Нет, все нормально, слава богу, как говорится. То есть с данным пунктом мы разобрались. Так, сейчас переключусь на нашу презентацию. То же, что хотелось бы выделить, это именно создание виртуальных категорий товаров. То есть по-другому это теги товаров. Начиная именно с версии 5.0, появилось именно возможность создавать виртуальные категории с набором товаров, которые присвоены определенные метки. То есть, например, телевизоры с определенной маркой LG и так далее, или определенной диагональю. То есть давайте рассмотрим это все-таки на примере. Допустим, у меня есть интернет-магазин по продаже товаров для отдыха и для спорта. И в которую загружены, я добавила категорию, например, товары для отдыха, в которую загружены, например, более тысячи товаров. Используя фильтрацию по свойствам товара, клиент, конечно, сможет найти нужный ему товар, например, на очки. Но, однако, поисковая система проиндексирует саму категорию товары для отдыха, проиндексирует как одну страничку. И вы не сможете ее SEO-оптимизировать по определенным запросам, чтобы ваш клиент непосредственно переходил в поисковик, набирал, например, очки для отдыха купить онлайн. То есть это у вас не получится. В этом вам вопросе помогут как раз виртуальные теги. Конечно, можно разбить категорию телевизора, товары для отдыха на определенные подкатегории. И тогда частично этот вопрос решается, как это решали на версии 4.1. Но функционал тегов им позволяет делать эти категории виртуальными. Их количество неограничено, то есть ограничений каких-либо нет. Это визуально, это не наполнено, то есть это не идет определенного перевеса на сайте. И это удобно. Например, если вам нужна для SEO-оптимизация категории товара для отдыха, очки белого цвета, то вы можете собрать такую виртуальную категорию нужные товары и его продвинуть. То есть на тег SEO прописывается непосредственно. То есть при создании… Сейчас одну минутку. Сейчас экран как раз покажу. То есть при создании тегов, то есть мы переходим на теги и процесс, например, вот ILG у нас просмотрим. То есть мы создаем определенный тег, у нас есть определенные SEO-настройки, то есть SEO-параметры, которые вам помогут продвинуть данный тег, то есть данную виртуальную категорию. То есть это вот большое именно преимущество и большой плюс. Плюс. Что еще хотелось бы обратить внимание, что непосредственно для того, чтобы именно продвигать данную страничку в поисковой выдаче, давайте в рекламу, у вас для каждого тега создается отдельная страничка. Например, платье черное. Как вы видите, у нас вот есть наш ровный интернет-магазин, тег черное платье. То есть по этому тегу вы можете как раз дать рекламу непосредственно в какой-либо другой сервис. Давайте немножко все-таки рассмотрим. Прошу прощения, что-то очень быстро все это получается. Вы меня, конечно, поправляете, то есть останавливаете, я более подробно все это расскажу. Немножко перейду именно на строки этих тегов, как это настраивается. Переходим в каталог, в категории, прошу прощения, в каталог «Справочники теги». То есть добавляем нужный нам тег. Не знаю, у нас есть там черное платье, я хочу продавать там какие-то товары, не знаю, платье для отдыха, например. Пускай у меня будут такие платья, у меня есть определенный синоним. Я, например, прописала определенные силы на строки, либо там оставляю по умолчанию, могу их оставить. Нажимаю кнопочку «Добавить тег». То есть саму настройку эту сохранила, то есть тег сам добавлен. Перехожу далее, перехожу именно в настройки самой карточки товара. Например, там женское, платьевское будет, категория, режим редактирования. То есть у нас есть определенные теги товаров. Здесь мы как раз можем прописать нужный нам тег, от которого мы, например, добавили. То есть пропишем, и он здесь отобразится. Оставим там, например, вечернее платье. Вечернее платье. Пускай будет это. То есть оставим его. Сохраним изменения. Потом непосредственно после добавления его в карточки товара, данный тег, данную привязку тега делаем непосредственно в самой категории товара, к которой он относится. То есть, например, платье. К нему уже доступны определенные теги, то есть теги категории, вечернее платье. И сохраняем. И еще непосредственно на главной странице, то есть как видит ваш клиент данный пункт, то есть у него отображается данная виртуальная категория. Так, одну минутку, переключусь на сам вебинар. Так, вот видите, у меня уже клон есть. Ирина, сейчас одну минутку. Вот, то есть настройки мы это сделали. То есть если есть вопросы, пожалуйста, то есть напишите мне на нашу почту службы технической поддержки. Я с вами более подробно по этим пунктам пройдусь. С сожалению, так произошло у меня, что у нас такой сбой был. И более тороплюсь, чтобы вас очень долго не задерживать. Вот. То есть это самый такой главный пункт. Далее, что еще, да, какой пункт хотелось бы все-таки озвучить, который почему-то очень много, большинство клиентов обойдут именно стороной. Это мы рассмотрим, как раз с вами поговорим о разделе 404 ошибки. В данном разделе мы озвучим следующие вопросы. То есть для чего данный пункт необходим и как бороться с данными ошибками. Страница ошибки 404 есть у каждого обладателя сайта. То есть не думайте, что у вас там эта ошибка прошла стороной. То есть это бывает, то есть это ничего страшного в этом нет. Сейчас немножко расскажу, что это такое, да, чтобы было более такое точное понимание, как с этой ошибкой именно бороться. То есть каждый из нас, наверное, встречал, то есть переходили там, каждый, мы являемся потенциальными покупателями, мы переходим на различные там ресурсы и встречались с такой надписью 404. Да, либо что-то другое, но обязательно была вот эта надпись 404. Вот. Что такое, что это за ошибка? 404 ошибка – это ответ системы, которая свидетельствует нам о том, что сервер не нашел запрашиваемого именно данных в выбранном нами ресурсе. Возникнуть и поведать такая страница может в следующих случаях. Адрес запрашиваемого материала или сайт был введен неправильно, да, и человек перешел по ломанной ссылке, там, не знаю, вы дали рекламу, но ссылка на эту рекламу, то есть адрес вы указали неверный, поэтому клиент переходит и сразу попадает на несуществующую страницу. Указанная страница была вообще никогда не существовала, например, там вы сами вводите там ваш домен, слэш, не знаю, там, тэг и посмотрите. То есть раз и выходит эта 404 ошибка и она автоматически попадает в панель инвестирования сайта, то есть записывается она. Либо страница, на которую перешел человек, переместили и либо удалили. То есть вот такие бывают ошибки. Стоит отметить, что эту ошибку нельзя, ну, именно путать с недоступностью сервера, либо какими-то другими сбоями, без сомнения. Да, такая ошибка, конечно, и вызывает негативные эмоции как у вашего клиента, так и у администратора сайта. Однако есть возможность именно обойти данную ошибку с умом и грамотно в эту ситуацию поступить. Если вы, сейчас одну минутку, покажу тоже экран, да, то есть если вы перейдете непосредственно в панель администрирования сайта, вратила настройки 404 ошибки, то есть в данном разделе у вас будут фиксироваться ошибки. Ну, давайте, давайте, давайте вам сразу запишу, то есть там покажу, да, там не знаю, что вы там увидели. Вот, например, я перешла, такой странички нету, она автоматически должна записаться, вот видите, у нас как раз попалась, да, то есть она автоматически у нас перешла и записала, что вот такая ошибка, то есть клиент по такой ошибке перешел. Вот здесь вы перешли, у вас есть существующий сайт, действующий сайт, вы увидели, что у вас появились такие страницы с такими ошибками. Здесь первое, на что необходимо обратить внимание, то есть это провести определенный анализ, по какой причине возникла такая ошибка. Посмотрите, какие страницы были проиндексированы поисковиком, промониторьте их. Есть ли такие ошибки, если клиент прошел не… то есть все странички проиндексированы верно, и при переходе по ним ошибки не возникают, то все хорошо, это здорово. То есть первым вопросом вы решили. Дальше, проверьте рекламу, то есть на какие странички вы даете рекламу. Потому что чаще всего бывает такое, то есть никто не застрахован от ошибок. То есть возникает ошибка, и вот она выходит именно в данный раздел. Плюс, возможно, вы рассылку делаете клиентам, указали неверную страничку, либо вот как вот сейчас я показала, например, клиентам сам хотел что-то поискать, и 44 ошибка вышла. Здесь вам надо именно проанализировать, откуда эта поступила ошибка. Если вы видите, что эта ошибка действительно есть, она действительно существует, и с ней надо бороться, то здесь необходимо именно сделать настройку 301-го редиректа. То есть у нас вот есть раздел «Создать определенный редирект». То есть вы можете его как раз здесь. Редирект вы можете создать непосредственно на главную страницу интернет-магазина, то есть куда будет попадать сразу ваш клиент. Ибо если вас эта страничка раньше вела, например, на какой-то товар, то лучше сделать, конечно, настройку 301-го редиректа на категорию товаров. Почему? Потому что, например, я, ваш клиент, являюсь вашим потенциальным клиентом, я проанализировала саму ситуацию, там разошла в поисковике, нашла ваш сайт по нужным названиям, то есть все по моим параметрам, перехожу, попадаю на главную страницу. То есть они получают тот список товаров, которые могли бы мне помочь. То есть здесь лучше, конечно, делать, создавать редирект непосредственно на нужную категорию товаров. То есть это самый главный пункт. Немножко, конечно, раскрою наши планы, то есть будет в дальнейшем возможность создания редиректа непосредственно на главную страницу, то есть чтобы это было как бы автоматизировано, чтобы вы это могли сделать. То есть это в дальнейшем будет все-таки реализовано, то есть вы, такой функционал будет. Вот. И по поводу 404 ошибок. Далее с вами давайте пообщаемся, рассмотрим следующие пункты. Здесь расскажу вам о таком, я бы сказала, о воинах, который действительно помогает. По-другому я никак не могу назвать. То есть он помогает в размещении определенных скриптов, но по какой-либо причине, к сожалению, клиенты очень мало про этот пункт знают, да, то есть и мало им пользуются. Это как раз это универсальный скрипт отслеживания конверсии заказа. То есть в данном пункте это будет именно скрипт, который размещается на финальном этапе оформления заказа. То есть я являюсь вашим клиентом, я положил товар в корзину, я заполнила информацию, нажала кнопочку «Оформить заказ», у меня появляется определенная страничка. То есть вот и здесь как раз будет размещен определенный скрипт, то есть заложен непосредственно в систему. Суть работы именно проста. То есть вы можете разместить нужный код, то есть там цель, ретаркетинг и так далее. То есть очень много вариантов, которые клиенты пользуются, которые исполнятся в тот момент, когда интернет в магазине будет совершен и на заказ. Нужный настройок, с которым мы будем работать, находится непосредственно в панели администрирования сайта по меню «Настройки общие». То есть давайте все-таки уже покажу. Наверное, на практике это более видно. Настройки общие. Далее, ладно, прошу прощения. Далее, счетчики конверсии. И внизу будет как раз отслеживание конверсии непосредственно заказа. Конечно, у вас, наверное, скорее всего возникнет вопрос, для чего это необходимо, для чего это используется. Прямо приведу пару примеров, с кем я работаю, клиенты мои. Мы на данный момент настраивали, неделю-две назад. Сейчас про них как раз и расскажу. Как ни странно, данный скрипт, например, поможет вам в размещении кода оплаты через форму «Яндекс.Денья». То есть что это такое? То есть это форма непосредственно на странице оплаты, то есть заказ оформен, будет доступен определенный скрипт, то есть определенное окошечко, в котором будет совершена оплата. Сейчас, если не путаю, в нашей инструкции как раз данное окошечко есть, к сожалению. В презентацию мы не разместили данный скрипт. Сейчас мне прямо одну минутку вам покажу. То есть вот вы получаете сам код, и на странице оформления заказа будет как раз данный пункт выводиться. То есть клиент может автоматически оформить, купить данный товар через «Яндекс.Деньги». То есть вот это самое такое преимущество. Ну как это настраивать? То есть на странице «Яндекс.Деньги» вы создаете определенную форму, которая будет здесь выводиться в определенном конструкторе. Через этот конструктор вы уже получаете определенный скрипт, и этот скрипт вы как раз размещаете в данном блоке, то есть в подслеживании конверсии заказов. То есть вот таким образом это работает. Также очень часто клиент работает по партнерским каким-то программам. И как раз здесь данный скрипт, то есть данный счетчик, он поможет вам в размещении именно скриптов по отслеживанию именно конверсии на каких-либо сайтах. То есть это все собирается в одну систему, и потом это делается анализ. Вполне возможно, даже возникнет такая ситуация, когда нужно будет передать в какой-либо сторонний сервис информацию, например, о совершении заказа. То есть для этих целей в интернет-магазине есть наборы определенных переменок, то есть доступные перемены о заказе, то есть как вы видите, вот сейчас ордер ID и так далее, которые вам как раз помогут создать определенную строку, строку, которую будет передавать данные в сторонний сервис. Там не знаю, номер заказа, на сумму, на которую был оплачен заказ. То есть вот таким образом. То есть тут сама настройка. Сейчас давайте, так как все-таки инструкцию я на данный момент скинула, открыла, давайте я вам скину инструкцию, по которой вы можете ознакомиться более подробно по данным вопросам. И уже с вами тоже пообщаемся. Еще хотела с вами пообщаться по данному вопросу, именно лично, непосредственно по почте. То есть напишите мне, если есть у вас такие, не знаю, варианты размещения каких-либо скриптов, то есть напишите мне, мы с вами подумаем, как лучше его как раз разместить, и мы с вами как раз с этим поработаем. Вот. То есть на этом этапе как раз на данный момент остановимся. Далее, немного, конечно, уделим внимание на функционал, который сможет вам помочь удержать клиентов в интернет-магазине. Также настроить прямой контакт с клиентом, то есть лично с ним пообщаться. То есть в этом функционале все-таки мы говорили много, то есть останавливаться на настройках мы все-таки это не будем, то есть это потому что вот как раз вот вебинар, который у нас был в феврале, то есть мы про телефонии говорили, то есть поэтому смысла останавливаться на настройках не будем, то есть просто вам расскажу. То есть при подключении именно телефонии появилась возможность непосредственно обратного звонка, то есть мы перезвоним вам за 30 секунд. То есть определенный вид, что это будет отображаться на главной странице интернет-магазина. Что это такое, как это работает? То есть вы являетесь инвестиратором сайта. То есть вы, например, подключили, вы работаете в Spune. Он вообще отличный сервис, по-другому просто никак назвать не могу. То есть хорошие ребята, одно удовольствие с ними работать. Вы являетесь менеджером, то есть вы все это настроили, все у вас работает. То есть у вас подключена определенная программа, которая принимает звонки. Я являюсь вашим клиентом, перехожу непосредственно на ваш сайт, хочу с вами связаться, оставляя свой контактный номер в этом виджете. И вам автоматически, как администратору и модератору сайта, поступает именно звонок на вашу трубку. После этого, как вы берете трубку, этот звонок автоматически переводится на клиента. То есть получается обратный звонок. Все это происходит в считанные секунды. То есть это не затягивается надолго. То есть пока вы посмотрите, пришел ли у вас уведомление, что клиент хочет. С вами связаться с обратной связью и так далее. То есть все это происходит одновременно и быстро. То есть поэтому здесь вот этот пункт очень важен и необходим. То есть это как раз обеспечен, например, телефоней Сипуни. Еще хотела с вами поделиться хорошей новостью. Очень много клиентов просили, которые работают именно в Сипьюне. То есть у нас их очень много. То есть 70% наших клиентов с ними работают. Поэтому хотели на это обратить внимание. У нас вот сегодня вышел специальный тариф для наших клиентов. То есть вы по специальному тарифу подключаете номер плюс 7, 499. Подключение как раз будет стоить полторы тысячи рублей. Это выгодно. То есть это с выгодой. То есть это стоит дороже, если не по специальному тарифу. Плюс ежемесячный платеж был уменьшен до полутора тысячи рублей. Плюс есть специальное предложение. При оплате за 6 месяцев вы получаете один месяц бесплатно. Для этого просто воспользуйтесь этим промо-кодом AdvancedShop2016. Но все-таки опять говорю, что на настройках останавливаться не буду. Если у вас есть все-таки вопросы, как все это настроить в Сипуне, то есть, пожалуйста, напишите мне. Я вам лично с этим вопросом помогу. То есть здесь сложности у вас не будет. Также хотел бы уделить внимание тоже все-таки его забытым воинам, потому что он будет вам помогать во многих настройках. Это номер корзины клиента, по-другому клиент-трейк. То есть мало все-таки говорили о нем на вебинарах, которые мы проводили для наших клиентов. Сегодня все-таки уделю внимание этому пункту, потому что это очень важный пункт. То есть вывод номер корзины клиентской части позволяет вам при общении с клиентом по телефону или онлайн-консультанту получить максимально подробную информацию о клиентах и его действия на сайте. Для того, чтобы посмотреть статистику, вам необходимо просто просить у клиента номер. И ввести его уже непосредственно в блок поисковой панели администрирования сайта. То есть независимо от того, зарегистрированный этот пользователь, или незарегистрированный этот пользователь, я перехожу на ваш сайт и мне автоматически присылается определенный номер заказов. То есть здесь есть большое преимущество. Да, у Телфина есть как раз поддержка. То есть можете к нему как раз обратиться. Какая информация собирается непосредственно в карточке товара, например, зарегистрированного пользователя. Как раз вот на нашем слайде приведенный, например. То есть какие активности на сайте были произведены у клиентов, какие e-mail были отправлены с сайтом непосредственно данным клиентам, какие звонки производились на сайте данным клиентам. То есть вы это все можете прослушать. Какие сообщения были отправлены. То есть полностью вот эту информацию. Но главный все-таки пункт – это активность клиента на сайте. Почему вот такое внимание все-таки я этим пункту уделяю? Потому что вы непосредственно можете посмотреть. Я пришла вот, давайте на примере. Самый простой способ – это объяснение на примере. Здесь самая большая возможность именно того, что я вот прихожу на ваш сайт, я, например, зарегистрирована, пускай я буду пользователем, у меня есть номер корзины. Этот номер корзины собирает нужную информацию. Вы в дальнейшем видите, что мое поведение на сайте, что я постоянно, не знаю, захожу в нужную карточку товара, там, не знаю, например, хочу игрушку купить своему племяннику, там у меня есть племянник, там ему 3 года, я его люблю, хочу ему игрушку купить. Но никак не решаешь купить ему игрушку, там, не знаю, за 6 тысяч рублей, которые он сломает в тот же день. Да, там грубый пример, конечно, но с нашими как раз сейчас это более чем актуально. То есть и в данном вопросе вы видите, да, что я заинтересована тем или иным товаром, вот, и вы непосредственно потом мне подключите, делаете специальное предложение, да, не знаю, купон мне дарите в подарок при оформлении заказа, скидку мне даете на приобретение того или иного товара. То есть вот это то, что вам необходимо. Это вот самый такой главный вопрос. Еще хотела бы все-таки вам показать, где непосредственно подключается данный номер корзины, то есть отображение, то есть вы переходите в панель администрирования сайта, настройки общие и просто ставите галочку «Показывать номер корзины». Сохраняйте изменения. То есть вот давайте с вами просто перейдем, посмотрим. То есть видите, у меня автоматически есть номер корзины, по которому я перешла. То есть идет определенный номер присвоения. То есть это очень большое преимущество в том, что вы как раз собираете эту информацию. Она вам очень необходима. То есть по идее это ваш маленький тайный шпион, который помогает в решении ваших вопросов. Вот. Здесь с вами как раз поговорили. Но будут вопросы по номеру корзины, тоже говорю, пишите, пожалуйста. А, где можете посмотреть страницу, как на слайде? Смотрите, это все подключается непосредственно. У вас есть уже, то есть номер клиента у вас подключен. Да, у вас подключена определенная, вот даже CRM-система, она очень вам поможет. И вы эту информацию непосредственно можете посмотреть в карточке вашего клиента. То есть просто перейдите, посмотрите, это и есть. То есть просто протестируйте. Протестируйте, не знаю, перейдите с другого компьютера на ваш сайт, посмотрите, как это поведение. Сделайте тестовый заказ, оформите его. Это будет информация собрана. То есть будут вопросы, пожалуйста, мне напишите. Буду ждать от вас писем. Вот. Ну, наверное, не буду. Более подробно пообщаемся, у кого будет именно желание. То есть буду ждать. Также поговорим о статусе заказов, да, почему мы его выделим. Потому что все-таки проходит очень много вебинаров, и про него все-таки неоправданно. Мы забываем о статусе заказов, да, то есть о настроях статуса заказов. Но это очень главный пункт. То есть расскажу просто вот, почему мы вот включили, да, то есть историю. Было на днях, работали с клиентом, тоже у нас крупный интернет-магазин. Переход именно на нашу платформу с другой ЦРМ-системы. То есть полный запуск. У него там индивидуальные, эксклюзивные заказы. То есть у него по автозапчасти, и все это вот прям в единичном, в единичном, там штучные заказы. Вот. И была такая интересная ситуация сложилась в том, что мы при настройке все-таки забыли уделить внимание именно настройки вот этих статусов заказов, как все это будет обрабатываться, как будет это видеть клиент, как это будет видеть сам администратор сайта. И сложилось такое, что мы, то есть этим пунктом не уделили внимание, у клиента пошли заказы, то есть он дал рекламу, у него пошли заказы, к нему пришел клиент, ну пускай там я пришла к нему, да, там оформила заказ. У него автоматически, то есть он настроил определенную команду по умолчанию, у него товар списался непосредственно со склада, то есть товара нет в наличии, но по каким-либо причинам я просто ушла и не стала его покупать. Но возврата на склад, то есть такового именно свойства его не было, да, то есть не было настроено такой команды. И просто администратор сайта просто удалил заказ, ну не хочет клиент покупать, хорошо, я удалю. И так такового, то есть возврата товара на склад не произошло. То есть в самом их офлайн-магазине товары есть, на базе все это есть, но непосредственно на сайте такого товара нет. То есть чтобы вот этого не было, здесь необходимость произвести определенные настройки, статусы заказов. То есть сейчас, одну минутку, давайте лучше слайд это слайдом, наверное, очень плохо видно. Сейчас давайте вам все-таки покажу непосредственно на самом сайте. То есть есть определенные статусы заказов, есть определенные команды. То есть, как вы видите, есть команд списания товара со склада и возврат товара на склад. То есть не забывайте об этом пункте. Если у вас клиент по какой-либо причине отказался от заказа, ну все бывает, да, там что-то не понравилось, там условия доставки и так далее, неудобно, передумал. Вот, разные варианты бывают. То есть здесь лучше продумайте данный пункт и сделайте, поставьте статус, который будет возвращать товар на склад. То есть это самый главный пункт. Плюс еще о чем хотела бы вам сказать, о том, как сделать статусы заказа, которые будут видны только вам, администратору, как администратору модерата сайта. То есть это статус заказ, который клиент ваш просто видеть не будет. То есть это как раз вам поможет столбец скрыть. То есть если вы скроете этот заказ, то есть, например, вот новый, да, ну скройте его. Зачем клиенту знать это? То есть вы скройте его и при проверке статуса заказа клиент вот этот заказ не будет видеть. То есть статус не будет виден. То есть вот это самое удобное. Либо в обработке. Не забывайте ставить именно значение по умолчанию. То есть тот статус, который будет вам показан по умолчанию. То есть самое тоже главное. Ну, наверное, все-таки о каких-либо настройках и более подробно останавливаться на этом пункте не буду. По-моему, все эти настройки вы, скорее всего, это производили. Это все настройки вам понятны. То есть перейдем тогда по следующим вопросам. Еще хотела бы с вами все-таки поговорить. Так, одну минутку, все-таки покажу вам. Хотели бы вам рассказать о такой функции, это дропшиппинг. Да, ну, наверное, многие сейчас, кто работает, очень много интернет-магазинов поработают по данной системе. Да, то есть и вот здесь вот было очень много вопросов, которые возникали у наших клиентов. По этому функционалу могу сказать, то есть такой самый главный пункт. То есть на версии 4.1 такого функционала не было. То есть эта новинка непосредственно именно версии 5.0. Да, то есть его раньше не было. Расскажу вот историю, как мы пришли к этой возможности, к этому функционалу, почему мы именно внедрили его бесплатно для всех клиентов. Да, то есть это очень важный все-таки пункт. У нас есть клиент, да, его зовут Сергей. Он уже на протяжении 5 лет находится на нашей платформе. Постоянно обновляется, пользуется функционалом. У него интернет-магазин по продаже телефонов, да, и он активный, просто у него уже большой поток клиентов, он крупный, у него все-таки уже компания. То есть сначала он начинал свой бизнес непосредственно просто там сидя дома за ноутбуком, да, и продавая нужные товары. А непосредственно уже в дальнейшем он уже открыл свой офис, то есть сейчас уже у них огромный офис, в котором они работают. То есть здесь тоже можете так проанализировать данную ситуацию. Вот. Это такой все-таки большой пункт. И у него вот как раз летом, то есть возник такой вопрос, такая потребность в том, чтобы сделать определенную партнерскую программу. То есть предлагать клиентам, которые обращаются к нему за партнерскими возможностями, предоставлять клиентам его каталог товаров с определенной наценкой, и чтобы в дальнейшем его продавали. То есть определенная партнерская программа. То есть, например, как вы, да, там берете очень много клиентов, которые берут там файл в формате, например, C++, формате Яндекс.Маркета, загружает его на сайт. То есть так такового товара нет, он потом там отправляет заказ самому поставщику и отправляет. То есть это вот тоже самое аналогичным образом. Вот. То есть самый такой главный пункт. И вот у него возник вопрос, как же все-таки развить этот функционал, вот данные преимущества. И мы вот разработали в пятой версии определенный модуль импорт товаров, который позволит вам делиться с вашими клиентами с определенной там категорией товара, группой товаров, да, и постоянно обновлять данный прайс. Ну, давайте немножко все-таки покажу непосредственно, как все это выглядит на сайте. Переходим в панели отметления сайта, маркетинг, дропшиппера. То есть здесь вот непосредственно вы добавляете вашего партнера, то есть вашего клиента, который будет с вами работать. Ну, не знаю, например, пусть у меня будет, я крупный поставщик, хочу добавить нового клиента, пусть у меня будет прописан как test.ru, да, нажимаю кнопочку добавить. У меня непосредственно сразу доступен определенный идентификатор, который доступен только этому поставщику, только этому клиенту. Вот, есть файл, но он еще пока на данный момент недоступен. Переходим в панель администрирования с режимом детактирования. Я, например, хочу, чтобы на его сайте были только доступны телефоны из моего интернет-магазина. Тут могу выбрать определенные поля выгрузки. Здесь я могу произвести настройки, то есть что именно выгружать, какой интервал запуска, обновления товара и так далее. То есть полностью настройки. Нажимаю кнопочку экспортировать. То есть непосредственно после этого экспортируется данный файл. Переходим опять в маркетинг. У нас есть вот этот файл, то есть мы его предоставляем нашим клиентам. Вот скопируем этот идентификатор. Пока не будем про это забывать, перейдем в панель администрирования сайта. Одну минутку, найду сам этот модуль, который нам в этом вопросе как раз и поможет. Вот как раз модуль реселлера, импорт каталога. Сделаем его активным. Вот это уже настройка непосредственного модуля делается на стороне вашего клиента, то есть не на стороне главного сайта. Вот здесь непосредственно, одну минутку, здесь непосредственно вы указываете адрес поставщика, от которого вы будете принимать заказы. Ну там, не знаю, у меня будет тоже test.ru. Вот идентификатор, который мы получили непосредственно в разделе маркетинг, дропшиперы. Можем там поставить, диктировать товары, которые нет в прайсе, да, на оценку и так далее, то есть автоматическое обновление. И обновляем прайс сейчас. После корректной настройки непосредственно на сайте вашего клиента появится тот каталог, который вы ему предоставляете. И это будет все происходить автоматически. Также самым главным преимуществом, которым тоже хотела бы выделить, часто вот такой вопрос задавая, это при каких-либо акциях. То есть есть два интернет-магазина, является владельцем один клиент, и на каждом интернет-магазине надо, чтобы одна категория товаров была всегда. И постоянно эта синхронизация происходила. Как раз в данном вопросе вам поможет именно модуль дропшипера, и с этим он с легкостью как раз справится. Но более углубленные все-таки говорить, наверное, не буду, да, то есть более настройки не будем производить. Здесь, если у вас возникнет вопрос, пожалуйста, мне напишите. Мы с вами прямо на тестовой версии, на двух тестовых интернет-магазинах эту синхронизацию произведем, попробуем настроим для вашего интернет-магазина, то есть если этот функционал необходим. Ну, еще что хотел все-таки уделить такое большое внимание, это функционал, то есть мы очень много говорим о специальных предложениях, там, специальных условиях, там, вашим клиентам, там, не знаю, партнерам и так далее. И здесь все-таки я бы хотела поговорить именно про спецпредложения, которые вы можете предоставить вашим клиентам. То есть это есть модуль, специальный модуль «Купи еще». Да, почему выделяют внимание данному модулю? Потому что мы все являемся потенциальными покупателями. Мы постоянно хотим, там, какое-то специальное предложение, да, но я отношусь к тем, которые всегда хочу бесплатную доставку, всегда стремлюсь к этому. И мне, как говорится, я даже не смотрю, сколько, что доставка не будет стоить 200 рублей, а на бесплатную доставку не надо купить товары, там, на 5000 рублей. На это я даже не смотрю. То есть, уго, на мне можно как раз повышать средний чек, да, то есть это вот что такое самое важное. Поэтому мы вот уделяем этому внимание. Модуль «Купи еще» позволяет вам увеличить средний чек в интернет-магазине за счет информирования покупателя о имеющих акциях в вашем интернет-магазине, их скидках, условиях доставки и так далее. То есть, как вам необходимо это настроить. Модуль проверяет, то есть, как он работает. Он проверяет общую стоимость заказа в корзине и предлагает покупателю добавить еще товар до определенной суммы, чтобы он мог получить скидку, там, не знаю, на льготную, условия доставки, оплату, начисление каких-либо бонусов, те же самые, мотивируя клиента совершать дополнительные покупки. Ну, такой пример тоже приведу из жизни. То есть, например, я оформляю заказ на вашем сайте, там, не знаю, купила товар на 3000 рублей, да, не знаю, хочу вам своих подруг, коллег, да, с технической поддержкой, там, своим девочкам порадовать там подарками, да, хотел там купить им и покупаю там очень какие-нибудь красивые, там, не знаю, украшения, да, и мне говорят, что, вот, например, при покупке на сумму от 4000 рублей, там, вы получите вот это украшение в подарок. Я понимаю, что, действительно, там, я вот девочкам подарю, а себя вот, например, не побаловала. Вот как раз данный подарок будет еще и мне. То есть, вот это самое главное, что преимущество. Поэтому вот уделили это внимание. То есть, как раз, даже на нашем сейчас примере, то есть, здесь показывается, что суп у вашего заказа более 1000 рублей, поэтому вы получаете бесплатную доставку. То есть, вся эта настройка как раз делается непосредственно в режиме редактирования модуля «Купи еще». Он находится в панели администрирования сайта в разделе модуля. То есть, вы на это можете обратить внимание. Вот. Ну, про это мы все-таки рассказали. Сейчас вам расскажу самую такую все-таки, наверное, вкусняшку мы оставили, как говорится, уже на конец. То есть, сейчас мы как раз с вами поговорим о других функционалах, которые мы можем вам предложить. На днях у нас высший модуль Google AdWords. То есть, вот сейчас немножко про него расскажу. Сейчас нам, мои помощники скиднут инструкцию по настройке данного модуля, который вот поможет. То есть, настройку мы рассматривать не будем. Но вот он вам как раз на данный момент поможет. Так, более подробно просто об этой сфере расскажу, потому что многие, скорее всего, просто не знают, да, не понимают смысл, поэтому обходят этой стороной. Так как мы работаем с вами в сфере именно торговой, с помощью торговых компаний вы сможете рекламировать свои товары. Например, продаваем в интернет или в интернете, да, там, либо в вашу оффлайн-магазин, но вам надо сделать, чтобы была продажа. При привлечении на посетительный сайт, либо в ваш оффлайн-магазин. Для этого необходимо добавить товары, которые есть в вашем интернет-магазине, в сервис Merchant Center и создать компанию AdWords. Объявление будет показываться в Google и на других сайтах в интернете. Предлагая ваши товары, заинтересованы им группам покупателей. Такие объявления называются товарными. Их возможности гораздо шире, чем там какие-либо другие объявления, чем удобная тестовая реклама. В них содержится название товара, да, изображение, цена, название магазина и любая другая информация. Они помогают пользователям еще до нажатия объявления составить представление о предложении. Это позволяет привлечь наиболее интересующих клиентов. Так, о модуле купи еще. Смотрите, давайте пока на этом модуле пока не будем останавливаться. Оно минуту просто прям переключилось. Пожалуйста, напишите запрос на supportsobachka.dvanshop.nr, напишите в теме письма Ирине, и мы с вами лично, прям с вами пообщаемся более подробно по данному пункту. Да, то есть вернемся все-таки к модулю Google AdWords, то есть что он к себе привлекает, да, то есть это вас возрастет, будет больше трафика в вашем интернет-магазине. Дальше, у вас более будут перспективные клиенты, то есть вы, то есть что такое более перспективные, да, клиенты, то есть вы указываете информацию о товарах непосредственно в объявлениях. Вы можете привлечь именно больше клиентов, которые специально перешли на ваш сайт и, скорее всего, совершают покупку. Допустим, у нас есть там клиент Мария, да, она вводит в Google там поисковый запрос «Аквариум», да, и на странице результатов могут появиться товарные объявления. Она сразу видит изображение «Аквариум», да, «Аквариумов» и их цены, что помогает ей сделать лучший выбор. Там, не знаю, например, там у конкурентов «Аквариум» будет стоить 3000 рублей, у вас там будет стоить 2500 рублей. То есть это как раз что и необходимо. Таким образом, когда Мария нажимает на объявление, она имеет достаточно четкое представление о товаре и находит на более позднем этапе последовательной конверсии в сравнении с другими пользователями. Простота управления. Система выбирает по каким поисковым запросам показывать объявления, то есть это вы все на стороне мерчант-центра как раз настраиваете, по каким ключевым запросам, ключевым словам ваше будет приложение выводиться. Вы можете посмотреть институт своего магазина прямо вот как раз в AdWords и создавать группы товаров и назначать для них определенные ставки. Также размещение ваших объявлений будет приводить к тому, что будет более широкий охват аудитории. То есть в результате поиска пользователь может увидеть несколько ваших товарных объявлений, а также текстовую рекламу, если она соответствует запросу. Это позволит вдвое увеличить отхват именно ваших потенциальных покупателей. Ну и, конечно, наверное, скорее всего, возникнет вопрос именно о стоимости. Ну, как и другие объявления, AdWords, это товарное объявление, участвует в аукционе и оплачивает, если пользователь выполнил одно из следующих действий. То есть нажимает на объявление и переходит на целевую страницу вашего сайта. Нажимает на объявление и переходит на страницу с хостингов и непосредственно в Google. При этом списывается цена непосредственно за клик, то есть сумма, которую вы готовы платить за каждый клик на объявлении. И она укладывается при создании торговой компании. На что хочу обратить внимание. То есть вы стоимость за клик останавливаетесь самостоятельно. Если, конечно, вас стоимость за клик будет больше, чем ваш конкурент, то, конечно, ваше объявление будет выводиться именно первым. Ну, также, как и говорил, для работы у нас разработан специальный модуль. Инструкцию вам скидывали ранее. Более каких-либо подробных инструкций, то есть сейчас вам хоть данного вебинара не буду рассказывать, но хочу все-таки вам рассказать именно про вебинар, который будет у нас состоит, состоится 16 марта. Будет спикер у нас будет Гая Крапетян. Он известный из экспертов e-commerce, то есть он гуру именно в рекламе, то есть запуску рекламы в интернет-магазины. И он как раз в этот пункт более подробно именно светит. Поэтому вас приглашаю, потому что на данный вебинар он будет очень именно полезен для каждого из вас. Сама открою секрет, сама буду на данном вебинаре, потому что Гая просто, если честно, ну, ох, да, именно запуск рекламы. Вот. Ну, это вот по данным вопросам. Далее. На что мы еще хотим обратить внимание, что почему-то по какой-то особенности просто пропускается, да, для клиентами. Вот. Мы хотели бы уделить внимание именно ретаршкетингу от Mail.ru. Тоже можно назвать его непризнанным героем, да, который все-таки опускается. Ну, клиентами. То есть почему-то мало кто им пользуется. Ретаркетинг – это сервис размещения, это таркетинговая именно реклама в социальных сетях, и в проектах, и в проектах именно Mail.ru.ru, да. То есть, ну, как вы сами знаете, наверное, более такой большой информации говорит, что вот кто такой Mail, мне, наверное, не надо. Вы сами знаете, что большой процент именно ресурсов, которые находятся в интернете, принадлежат именно им. То есть это здесь, наверное, никто со мной не поспорит. То есть надо взять то же самое, одноклассники, поисковик. То есть надо сказать, что 48% ВКонтакте принадлежат именно им. То есть это большое именно преимущество и большой плюс. То есть что данный сервис именно предлагает? То есть это размещение рекламы в социальных сетях, размещение на контент-проектах, размещение на сторонних ресурсах с возможностью нацеления на нужную аудиторию, знания именно вашей аудитории, самые популярные формы мобильной именно рекламы, высокая эффективность рекламы, которая вам предоставляется, и как раз все будут объявления нацелены на 90% на аудиторию именно русскоязычную. То есть не за рубежом. Как работает именно ретаргинг данной системы, данная реклама? Сервис позволяет отбирать аудиторию по более чем 10 именно параметрам. Среди них такие выделим, как пол, то есть пол вашего клиента, то есть выбор пола посетительный, который нацелен на объявление рекламодателя будет собираться непосредственно из учебных данных, в каких-либо соцсетях, где были указаны данные параметры. Возраст, то есть возможность выбора возрастной группы посетителей, которые найдут объявление рекламодателя интересным, то есть там от 12 и более. Если рекламодатель считает, что это объявление будет интересным всем, следует оставить этот настройку невыбранный. Тогда будет вводиться любой возрастной категории. День рождения тоже используется для акции, то есть подарки указываются в тексте объявлений информации, что вы можете воспользоваться через дни рождения, какие-то либо грандиозные скидки. Однако использование данной настройки существенно снижает вашу аудиторию выбранную, потому что некоторые вопросы, некоторые клиенты, у кого-то есть день рождения, но он данный товар не ищет, поэтому это все-таки более урезает данный пункт. Аудитория, то есть возможность выбора только определенной аудитории для вывода данного объявления. Там, не знаю, пользователь определенных соцсетей и так далее. С какого даже устройства вы заходите. То есть более обширный такой диапазон. Интересы, то есть это выбор аудитории для показа объявлений рекомендователям именно по интересам пользователя. То есть система собирает информацию, по каким вы сайтам переходили, то есть какие вы, что вы чаще всего видите. И уже относительно этого вам выводится определенное товарное объявление. То есть, например, я являюсь, не знаю, не очень хочу купить новый телефон, я прошла очень много интернет-магазинов, и, конечно, у меня будет объявление именно по номеру, вот такие специальные предложения, то есть вот как раз это будет выводиться. Также это образование, то есть самый такой главный пункт, то есть возможность выбора аудитории именно с высшим образованием. Занятость, то есть выбор трудоустроенности аудитории. Даже семейный статус. Даже самое интересное, это даже ваш доход. То есть это тоже собирается информация. Также вы можете настроить именно когда, в каком регионе будет выводиться ваше объявление, время и дни показа, время работы компании. То есть это вот такие самые большие пункты. Стоимость рекламы определяется именно аукционом. То есть рекламодатель самостоятельно назначает ставку, а сервис непосредственно просчитывает возможности показа в каждый конкретный момент времени, то есть вашего объявления. Чаще, чем выше ваша ставка относительно конкурентов, тем больше вероятность показа объявлений непосредственно в поисковой выдаче. Даже при подготовке к вебинару, поинтересовалось именно к минимальному размеру пополнения счета в данном сервисе. Это примерно 3,5 тысячи рублей. То есть тоже такой пункт. Ну и здесь все это тоже ретаркинг от Mail.ru, тоже, конечно, схож именно с Google AdWords. То есть это тоже, можно сказать, сами. То есть тоже информация собирается именно по показу. То есть сколько было переходов на ваш сайт, сколько было кликов, сколько было показов вашим клиентам и так далее. То есть это все-таки более такой вот обширный. Здесь для настройки тоже у нас есть специальный модуль, который поможет вам с данным вопросом. Сейчас вам как раз его покажу. Одну минутку. Вот как раз вот этот модуль, как раз он производит определенная эта настройка. По идее, настройка от Google AdWords ничем не отличается. То есть вы получаете определенный код счетчика, получаете определенный ID прайс-листа, свой прайс-лист, который вам непосредственно необходимо разместить будет на данный сервис, вы также получаете из маркетинга Яндекс.Маркет. Потому что Mail.Ru как раз данный формат очень хорошо поддерживает. То есть вам каких-либо дополнений не нужно будет. То есть вы разместили, получили определенный ID, разместили код счетчика, все это работает. То есть все остальные настройки производятся непосредственно на стороне данного сервиса. То есть это тоже не сложно, тоже не трудно. Ну, так же, вот прям сейчас одну минутку, прям, скорее всего, на демо-версии, к сожалению, то есть это недоступно, но на стороне Google AdWords как раз тоже аналогичная настройка, то есть ничем не отличается. То есть то же самое. Вот. Одну минутку. Вот. Ну, сегодня в ходе вебинара все-таки раскрыли более такие сложные вопросы. Надеюсь, сам вебинар был очень, был интересен. Прошу прощения за... Первоначально, что у нас вот тут технический сбой вышел. Из этого, могу честно признаться, немножко была расстроена, немножко торопилась. Хотела более развернуто это рассказать. Просто боюсь вас тоже долго задерживать, как неохота. Вот. Хотела бы послушать ваши вопросы. Да, Александр, хочу именно услышать ваши вопросы. Очень бы хотела бы их услышать, с вами лично тоже пообщаться. Также, то есть у нас есть еще время, то есть в районе пяти минут мы можем с вами сейчас пообщаться. И остальные вопросы всех жду на нашу почту, на support.sobachkanvanshop.net, то есть жду от вас писем. То есть очень хочу с вами обратной связи. Также, как и проводили вот вебинары, то есть у нас вот очень рада, что есть уже обратная связь от наших клиентов. То есть у меня вот очень много клиентов, которые с вебинаров приходят, и со мной лично общаются там по вопросам и так далее. Вот хотел бы от вас тоже бы увидеть от вас данную отдачу в ответах. То есть какие бы темы вы хотели, чтобы мы озвучили, да, то есть что было бы вам интересно послушать. Может быть, вот действительно там есть вот вопросы по функционалу, по функционалу. Давайте я вас проконсультирую, вам постараюсь помочь, протестирую. То есть все вот в рамках тех вебинаров, которые мы проводим. То есть я вам обязательно вам помогу. То есть жду от вас все-таки обратной связи. Игорь, со мной можно связаться, именно написав на почту support.sobachkanvanshop.net. В теме письма просто укажите Ирине. То есть я буду ждать от вас писем, сразу это письмо попадет именно ко мне. То есть все именно мне и поступит. Просто есть какие-либо вопросы, просто бывает именно технического характера, сложного технического характера. Пишите, то есть проконсультируйте непосредственно с разработчиками нашими. Они всегда помогают в данных вопросах. То есть здесь есть... Так, ага, вопрос. Ну, смотрите, индексировать тег и статическая страничка, то есть это одинаково. То есть так такового какого-либо различия нет. То есть и так вот так, то есть информация приходит. А что у вас будет располагаться именно на статической странице вашего интернет-магазина? То есть вы просто какую-то статью напишите? Друзья, вопросы еще есть? Могу я вам помочь? А, либо статья, либо товар. Ну, смотрите, все-таки поисковик все-таки очень любит именно статьи. И по данному вопросу, то есть, как сказать, статьи более лучше индексируются. То есть это тоже есть большой плюс. Хорошо, Александр, с вами свяжусь. Ну, смотрите, так такового мультиязычности нет. То есть у нас есть... Вы можете создать два интернет-магазина непосредственно на нашей платформе, в котором будет на главном интернет-магазине вы можете сделать определенные кнопочки, при нажатии на которых ваш клиент будет переходить, например, на англоязычную версию вашего интернет-магазина. То есть сейчас на данный момент английская версия у нас находится на завершающем этапе разработки. То есть сейчас мы его тестируем. То есть все это как раз доступно, то есть можете это настроить. То есть очень много интернет-магазинов, которые как раз работают таким образом. Просто соединить именно... Скорее всего, вам необходимо, чтобы у вас админ-панель для обоих сайтов была одна, а витрина различная. К сожалению, просто такой возможности нет. Ну, как вижу, вопросов все-таки мало. Жду... Спасибо.